14 проектов по социально значимым направлениям представили в рамках регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Презентация прошла в ДГТУ. Некоторые из них рассмотрел лично председатель правительства республики Артём Сдунов в кругу экспертного сообщества. Все подробности у нашего корреспондента Абдурахима Белалова-Даганая. Образование, транспорт, сельское хозяйство, IT-технологии, социальная сфера, здравоохранение, промышленность, туризм, экология. Все эти направления охватили участники регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени». Для презентации проекта каждому выделено строго пять минут. Время, за которое автор должен успеть заинтересовать членов правительства. Сегодня мы должны сами определить, какие проекты мы считаем наиболее востребованными, наиболее интересными, эффективными, причем в разных отраслях. И это позволит нам потом достойно выступить на федеральном уровне. И я думаю, постараемся, максимально постараемся попасть в десятку лучших проектов. Разработка функционализированных фильтров для ИВЛ-аппаратов. Первый проект, который заинтересовал председателя правительства. Автор проекта – студентка третьего курса Дагестанского медуниверситета Зарина Кухмазова. Ее идея заключается в создании нового класса фильтров с высокой антибактериальной активностью посредством нанесения нанопокрытий для последующей защиты людей от бактерий и вирусов. Благодаря современным достижениям нанотехнологий мы разработали специальные наноплёнки, которые обладают высокой степенью антибактериальной защиты. Реализуется эта идея благодаря нанесению нанопокрытий из диоксида титана и диоксида алюминия, легированных углеродом и банадием, методом атома своего осаждения. Также участники форума предложили идеи повышения качества обслуживания маломобильных групп населения, мониторинга состояния экологического туризма в Дагестане. Среди представленных и проект о создании экспресс-тура на панорамном поезде. Я считаю, все проекты, которые сегодня прозвучали, они, во-первых, носят идейный характер, потому что и сам форум называется «Новая идея для будущего». Поэтому всё, что связано с развитием туризма, с развитием системы здравоохранения, защиты людей, всё это имеет чисто прикладное значение. Мы, конечно, посоветовали инициаторам поразбираться в бизнесовой составляющей, посчитать, сколько это будет стоить, найти спонсоров. Но многие из них уже прошли не простой, я считаю, путь. Они получили гранты от фондов, московских фондов и являются победителями ряда грантовых программ. Поэтому очень интересно. В связи с новым вызовом коронавируса республика нуждается в проектах, которые смогут дать новые рабочие места, считает премьер-министр Артём Сдунов. Если такие проекты есть, а мы цепляемся за них, мы смотрим, это и любые проекты переработки, рыбопереработки, проекты обувной промышленности, швейной промышленности, новые современные проекты, я имею в виду. Всё, что даёт большое число рабочих мест, они крайне интересны. А туризм предоставляет огромное число, потому что это, помимо того, что, собственно, туристическая деятельность, это и общепит, это и места размещения, обслуживания. Я считаю, за этим будущее. На финальном мероприятии форума руководству страны будут представлены 10 лучших проектов по России, куда вполне возможно войдёт и кто-нибудь из этих участников, но уже сегодня Дагестан может отобрать представленные здесь идеи и начать их реализовывать. Абдурахим Белова, Дагана, Махрабека Марии, Рамазан Амаров. Время новостей.